Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все подано, поэтому все идет в процессе И на сегодняшний день мы можем отметить некое оживление на нашем рынке Потому что, опять же, уже начались цены раннего бронера на летние направления И теперь уже, конечно же, выходят на рынок те, кто планирует свой летний отдых То есть, в принципе, активность повысилась? Да, конечно Как тем все-таки, кто хочет вложить свои деньги в отдых, не прогадать? Как уберечь себя от недобросовестного туроператора? Есть какой-то способ или все-таки нет? Ну, в любом случае можем говорить о том, что при выборе своего летнего отдыха Либо вообще любого другого отдыха Нужно смотреть, какой оператор оказывает эту услугу Да, формирует турпакет На нашем региональном рынке, как правило, это работают крупные федеральные операторы Собственно говоря, деятельности которых на сегодняшний день ничего не угрожает Вот, поэтому, конечно же, самое главное Правильно, ну, скажем, просмотреть правильный пакет документов Который выдается туристу в агентстве Безусловно, должен быть поставлен договор В котором будет четко, понятно, ясно прописано Какие-то риски, да? Вообще, в принципе, все необходимые условия, которые регламентированы федеральным законом Это информация туроператора, его финансовых гарантиях Это матрица местонахождения, страховой компании, которая является финансовым гарантом Мне просто кажется, что некоторые даже не обращают на это внимание А это надо делать Ну, вот на самом деле, мы каждый раз говорим об этом Что даже если вдруг случается какое-то, не знаю, что-то случилось С вашим туром, с вашей заявкой При неправильных вставленных документах Даже страховая компания не возьмет эти документы в обработку Потому что они будут соответствовать, как бы, деюре, да? Всему этому Поэтому, конечно же, на руках у вас должен быть Либо контрольно-кассовый чек Либо путевка БСО, которая, да, заменяет еще пока на сегодняшний день Контрольно-кассовый чек У вас должен быть договор Ну, и все необходимые документы, приложения, памятки То, что является, собственно говоря, как бы, вот неотъемлемой частью договора Уже, скажем, наличие всех этих документов Уже говорит о том, что компания, в которую вы обратились Скажем, работает в легальном поле И, ну, скажем так, больше шансов на то, что у вас все случится с вашим туром Все хорошо Поэтому в любом случае обращайте внимание на то, что выдает вам агентство Конечно же, да, смотреть в договоре на наименование туроператора Кто это такое, что за юридическое лицо там, да Какие у него финансовые гарантии Это все прописывается в договоре Это не является тайной Это, наоборот, информация публичная Можно, в принципе, проверить там туроператора на сайте Ростуризма По его регистрационному номеру Да, потому что, может быть, вдруг даже и лицензии нет, да, у этого какого-то туроператора Допустим, с ситуацией с жемчужной рекой Он работал в легальном поле Потому что, как бы, да, у него был и реестр туроператорский, были фингарантии То есть даже поэтому, скажем, эти факторы, они не повлияли на то, что люди все-таки не улетели Поэтому здесь, конечно же, скажем, гарантировать то, что наличие его в Росреестре будет являться основным фактором Что все будет хорошо, наверное, сложно Поэтому, опять же, скажем о том, что на нашем рынке все-таки работают крупные компании, да, федеральные Я надеюсь, что летний период времени мы проживем спокойно, ничего у нас не случится Ну, я тоже так надеюсь Ну, и мы вернемся к тому, что все-таки, что, несмотря на разные неприятности, люди готовятся к летнему отдыху Так вот, в году минувшем, мне кажется, вы рассказывали, большой популярностью пользовалась Турция Несмотря на то, что и цены были не очень низкие, скажем так В этом году будут чартеры в Турцию из Барнаула, и что по ценам? Да, в этом году опять заявлены чартерные программы на турецкое направление Цены, в принципе, наверное, немного выше, чем прошлый год Вот, ну, это обусловлено, наверное Ну, во-первых, и ценами на отель, да, вот на все отели Вот, плюс ко всему, возможно, еще и тем, что в этом году туроператоры сократили короткие программы И программы у нас стоят более длительные по срокам, именно если с вылетом из Барнаула Из Новосибирска больше предложений на короткие вылеты Поэтому, если кому-то нужны более короткие программы, можно смотреть туры, получается, соседнего города Как часто будут чартеры летать, уже известно? Да, у нас у одного оператора чартеры заявлены с частотой в две недели, 13 ночей И у другого, по-моему, там 10 или 11 ночей Поняла Многие, несмотря на то, что, казалось бы, в Таиланде и во Вьетнаме не сезон летом А многие все-таки предпочитают именно это азиатское направление Будут ли вылеты из Барнаула именно в Азию? Из Барнаула на сегодняшний день заявлены рейсы во Вьетнам Таиланд пока не подтвержден, мы не знаем, будет он или нет Ну, а, допустим, можно сказать, защиту Вьетнама по летнему направлению Можно сказать, что, как раз-таки, допустим, Нячанги в летний период времени Это самый высокий сезон, когда солнечно, когда нет волны, когда нет ветра, нет несонных дождей А цены летние? Цены летние, ну, знаете, не могу сказать, что они значительно ниже, чем они зимние Они примерно такие же, учитывая, наоборот, высокую сезонность для нашего региона Они практически не меняются Ну, то есть Таиланд неизвестный еще будет? Таиланд будет пока только у нас с Новосибирска А появятся ли какие-то новые направления с вылетом из краевой столицы? Или вот традиционно Турция, Вьетнам, Таиланд, возможно? Ну, к сожалению, в этом году у нас пока только два направления представлены Плюс ко всему наш аэропорт говорит о том, что будем летать мы на российские курорты Это будет перевозка на Сочи, Анапу и Симферополь Я слышала про это А когда лучше приобретать путевки, скажем, на наши российские курорты? Крым, Сочи, тут же говорили Анапа Анапа, ну, на самом деле, также мы всегда говорим о том, что если вы планируете все-таки, чтобы у вас была возможность выбора Нужно делать это как можно раньше Потому что емкость наших курортов, она еще более низка, чем, допустим, курорты той же Анталии Не так много хороших, прям вот таких вот супер-средств размещения Если вы хотите, допустим, попасть именно в этот сегмент, конечно, нужно позаботиться о своем отдыхе заранее Ну, то есть уже сейчас, да, надо это делать? Уже цены, да, уже цены есть в основном на все объекты по всем направлениям Но в любом случае, если сейчас приобретать, то будет чуть-чуть дешевле, чем люди, например, решат в конце мая или в июне Ну, я думаю, что да, на сегодняшний день почти по всем направлениям работают цены раннего бронирования, поэтому можно успеть сэкономить А стоит ли уже сейчас задуматься тем, кто никуда не хочет выезжать и хочет поехать, как обычно, в Горный Алтай Сейчас не рано, а задача вот с путевками На самом деле, вот ситуация такая же, как и с нашими южными курортами Желающих много? Желающих, во-первых, много, во-вторых, вот база, которая, ну, скажем, оказывает высокий уровень сервиса Они, как правило, в летний период времени попасть практически невозможно, потому что они все распродаются вот еще весной Поэтому сейчас, как и никогда, можно смотреть цены на комплексы И опять же, также есть цены и раннего бронирования, на сегодняшний день и по Алтаю в том числе Ну, вот и традиционный у меня вопрос к вам всегда Вот лично вы куда бы советовали, может быть, какое-то новое направление выбрать за границу или в России Куда бы лично вы посоветовали полететь, поехать в этом году, этим летом? Ну, вот в этом году мы, опять же, смотрим, ну, скажем, сравнительный анализ проводим направление И мне очень понравились цены, например, на направление Кипра Это мне лично В прошлом году я съездила, посмотрела побережье Кипра Мне очень понравилась кухня, понравились люди, понравились курорты Поэтому я бы, наверное, рекомендовала обратить внимание на это направление Это также все-таки Европа, но Европа безвизовая для россиян То есть там оформляется провиза, делается это очень легко Вот, на разный вкус, на разный кошелек мы получаем с вами что-то такое среднее между Турцией и Грецией Потому что море такое же красивое, как в Греции Кухня, скажем, такая смешанная греческо-турецкая, очень вкусная Поэтому... Но чуть дешевле или нет? Вы знаете, наверное, здесь даже не вопрос в дешевизне Просто те люди, которые хотят все-таки европейский сервис, допустим, без привязки к отелю, как это в Турции Здесь как раз будет тот самый вариант, когда вы можете получить и сервис европейский, и море греческое, и кухню безумно вкусную Вот все вот в одном месте Ой, мне уже захотелось Захотелось на отдых Спасибо, Лена, большое Всего доброго А я напомню, что сегодня мы говорили с президентом региональной ассоциации туризма Еленой Красулиной Редактор субтитров А.Семкин